МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К сожалению, это заболевание пока невозможно вылечить. Можно лишь контролировать проявление симптомов. Да и сама причина болезни доподлинно неизвестна. Тем не менее, люди с этим диагнозом живут долго и полноценно. Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о бронхиальной астме. Почему дети и молодежь в группе риска? Что способствует более ранней диагностике и эффективному лечению? Сегодня ответы на эти и многие другие вопросы даст наш эксперт. А пока небольшая статистическая справка. По разным оценкам, сегодня в мире более 300 миллионов человек живут с диагнозом бронхиальная астма. Цифра и сама по себе большая, однако тревожит то, что распространенность астмы в развитых странах мира в последние 60-70 лет увеличивается каждые 20 лет. Это значит, что есть какие-то обстоятельства быстро меняющегося образа жизни, которые ведут к росту заболеваемости. И очень важны исследования, проливающие свет на такие причины. Откуда же берется рост заболеваемости и какие факторы влияют на это больше других? Об этом прямо сейчас в программе «Тело человека». Сегодня о бронхиальной астме и о способах ее лечения мы будем говорить заведующей кафедры в тезиопульмонологии Гомельского государственного медицинского университета, кандидатом медицинских наук, доцентом Ириной Викторовной Буйневич. Здравствуйте. Здравствуйте. А помогать нам будут двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Дарья Флейтух и Кирилл Рябухин. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ребята, мы нашу передачу всегда традиционно начинаем с вопроса для вас. Он уже готов. Внимание на экран. Термин «астма» появился еще у древних греков. В пример Велиаде, описывая состояние дыхания Гектора, чью грудь пронзил копьем, ахилл впервые вводит термин «астма». Это было в 19 веке до нашей эры. В начале 20 века у астматика уже достаточно широкий выбор лечения. Правда, польза относительная. А вот почему лечебный эффект был незначительным и что это за препараты? Это вопросы для вас. Ребят, прозвучал для вас первый вопрос. Вы можете покопаться в истории, найти на него ответ. Привет, а мы пока начнем наш разговор. Ирина Викторовна, что же такое бронхиальная астма? Ну, бронхиальная астма, наверное, очень сложно, конечно, одним предложением объяснить, что это за проблема. Но, в общем, это считается гетерогенное воспаление дыхательных путей. И прежде всего страдают мелкие бронхи. И, естественно, сопровождается, так как мелкие бронхи вовлечены в процесс, сопровождается это заболевание, как правило, одышкой. И самое, что неприятное, это приступами удушья. Бывают так называемые эквиваленты приступов, то есть эпизоды свистящего дыхания, эпизоды чувства какого-то давления за грудиной. Но в любом случае это дыхательный дискомфорт. И нередко, естественно, этот дыхательный дискомфорт сопровождается у пациента в чувством смерти. Поэтому бронхиальная астма – это, конечно, очень серьезно. Особенно опасны обострения этого заболевания, при которых развиваются тяжелые приступы удушья. У нас есть даже такое понятие, как астматический статус. Это неотложное состояние, это угрожающее жизни состояние. Поэтому бронхиальная астма – это проблема очень серьезная. Особенно если учесть, что, как любое хроническое заболевание, бронхиальная астма неизлечима. То есть мы можем добиться контроля над этим заболеванием. Но говорится о том, что мы можем вылечить. Конечно, это исключено. И если говорить о причине, то ее до конца еще не изучили. Но сходится во мнении о том, что это, с одной стороны, генетическая предрасположенность, с другой стороны, внешние факторы. Как на самом деле сейчас обстоит с этим дело? Так и есть. У нас есть понятие причинные факторы, у нас есть понятие индукторы, у нас есть понятие триггеры. То есть причинные факторы, то без чего вообще никогда бронхиальная астма развиться не может. В первую очередь это наследственная предрасположенность. При том, что наследуется не само заболевание, а астма не наследуется. Наследуется предрасположенность к этому заболеванию, которая проявляется атопией первая. То есть это повышенный уровень вень иммуноглобулинафье и, соответственно, склонность к аллергическим проявлениям, к аллергическим реакциям. И второй момент – это тоже генетически предрасположенная гиперреактивность бронхиального дерева. То есть бронхи реагируют спазмом на какие-то любые раздражители. То есть вот это так называемые причинные факторы, вот они наследуются. А есть индукторы, которые способствуют развитию бронхиальной астмы или ускоряют, например, развитие бронхиальной астмы. Это ряд сопутствующих проблем, это ожирение, например. Какие-то внешние факторы, связанные с, допустим, теми же аллергенами. Есть, например, такое понятие, и педиатры ими пользуются иногда этими терминами, как аллергический марш. Когда у ребенка в детстве начинается атопический драматит, появляется, развивается, в последующем аллергический ренит, который переходит в бронхиальную астму в более позднем возрасте. И, соответственно, вот эта сопутствующая уже имеющаяся проблема, она ведет к развитию бронхиальной астмы с детства. Потом всевозможные аллергены, которые мы получаем извне. Дышим ими или с пищей получаем и так далее. То есть вот это наша окружающая среда. Поэтому есть факторы, естественно, внутренние, есть факторы внешние. То есть эти внешние, они способствуют развитию у предрасположенного уже человека. Понятно, что заболевание может быть в любом возрасте. Но вот в частности с бронхиальной астмой известно, что дети, молодежь болеют чаще. В чем причина? Это генетическая предрасположенность. И вот эти проблемы, они с самого детства могут проявляться. Периодами какого-то обструктивного дыхания у детей, эпизодами, вернее, бронхиальной обструкции, частые простудные заболевания, опять же, аллергические заболевания, такие как атопический дерматит. И грамотные доктора, они очень быстро на этом фоне могут диагностировать, естественно, и переступы удушья, и правильно построить все диагностические алгоритмы в отношении бронхиальной астмы. Поэтому у детей это будет, конечно, чаще. Тем более, что все аллергические заболевания, они чаще всего протекают, естественно, начинаются у детей. Что касается уже... Так вот, что касается у детей, у детей чаще выявляется бронхиальная астма среди мальчиков. Чем старше становятся дети, тем девочки большую долю занимают. А дебют диагностированной астмы у взрослых людей чаще это женщины. Ирина Викторовна, ну, если здесь же уже говорить о самом постановке диагноза, если такой диагноз есть с детства, влияет ли как-то это в дальнейшем на развитие самого ребенка? На развитие самого ребенка наличие бронхиальной астмы влиять не должно вообще. Если мы своевременно ставим диагноз, и мы правильно назначаем лечение, и есть приверженность лечению со стороны ребенка и со стороны, в данной ситуации, родителей, прежде всего, то проблем не будет никаких. Бронхиальная астма не столько заболеваний, сколько образ жизни. Как я уже говорила, это воспаление мы никуда его... Мы не можем его ликвидировать полностью, мы можем его взять под контроль. И если мы правильно лечим, если ребенок ведет правильный образ жизни, его не будут беспокоить эти приступы удушья, потому что контролируемая астма – это отсутствие приступов удушья. Если их не будет, то, соответственно, он ведет обычный образ жизни. И физическое развитие, конечно, ребенка зависит от того, насколько он вовлечен в жизнь, обычную свою детскую жизнь, подростковую жизнь. Те же, допустим, в школе посещение уроков физкультуры, то, с чего я считаю, тоже очень тяжело обойтись. То есть физическое развитие будет зависеть от того, насколько ограничивает ребенок свою жизнедеятельность. Правильно подобранное лечение ничего не ограничивает вообще. Я думаю, что все прекрасно знают эту историю, ситуацию. Допустим, среди спортсменов много людей, астматиков, допустим, лыжники, биатлонисты. То есть это не мешает им. Причем люди физически развиты. Так что среди детей своевременно диагностированное и правильно подобранное лечение. Другое дело, что, например, неправильно проводится дифференциальная диагностика. И такие проблемы, как муковисцидоз, который тоже может сопровождаться бронхоабструкцией, затрудненным дыханием и так далее. Легкие формы я не говорю, а таких классических, которые... Значит, муковисцидоз, например. Если мы приняли муковисцидоз за бронхиальную астму, то пациент получает не то лечение, которое необходимо. Соответственно, он будет отставать в развитии. Мы будем думать, что эта бронхиальная астма ведет к этим проблемам. На самом деле не так. То есть на сегодняшний день в современном мире не должно быть вот этого диссонанса. Но еще хочется о таких социальных факторах сказать. Ведь известно, что в развитых странах это заболевание встречается чаще. Не связано ли это с тем, что вот такое более хорошее условие приводит к тому, что иммунитет как бы расслабляется, не контролирует всю эту ситуацию, да? То есть человек уже находится в более комфортных условиях, и, соответственно, его иммунитет отдыхает против внешних раздражителей. Да, абсолютно точно. На сегодняшний день есть такая, так называемая, гигиеническая теория, которая говорит о том, что когда мы стали жить вот в этих условиях, да, пыли нет, постоянно пользуемся мылом и так далее, это приводит к тому, что какая-то часть микробов погибает на теле человека, и, соответственно, нет нормального, вот четкого такого иммунитета. В том числе и проблема с аллергическими реакциями возникает. Это называется гигиеническая теория на сегодняшний день. То есть она имеет право на существование, да, есть такая вот проблема. Ну, кроме того, в высокоразвитой стране все, опять же, это полютанты, да, это загазованность, это воздух не вполне чистый, это, естественно, мы пользуемся всевозможными химикатами дома, то есть та же мебель, стены, то есть чего мы строим материалы, да, вот это все. Конечно, все это влияет на органы дыхания. Или химикаты, допустим, в санузлах. Это же яд, это же такие испарения. Не даром все говорят о том, что надо, если пользоваться, то обязательно резиновые перчатки, это обязательно респираторы, желательно, ну или хотя бы маска, чтобы защитить органы дыхания. То есть, да, гигиеническая теория на сегодняшний день присутствует. Это один момент. А второй, конечно, заключается в диагностике. То есть там, где развита медицина, там, естественно, и диагностика будет. На более высоком уровне. Не просто на более высоком уровне. А вот наша задача на сегодняшний день диагностировать бронхиальную астму как можно раньше. То есть мы должны легкие формы диагностировать для того, чтобы контролировать. Потому что 20-30% наших пациентов на сегодняшний день, которые с бронхиальной астмой, это астма тяжелая. Тяжелая астма, тяжелую астму взять под контроль очень тяжело. Очень трудно. То есть практически в некоторых ситуациях даже невозможно. И необратимая бронхиальная абструкция у таких пациентов. Лечить нечем, потому что отсутствуют уже возможности наши терапевтические. Поэтому чем раньше мы диагностируем, а своевременность диагностики, опять же, от уровня медицины тоже, естественно, зависит. Вы уже говорили о том, что ожирение, в принципе, усугубляет течение бронхиальной астмы. А вот такой фактор, как курение. Конечно. Все, что воздействует на органы дыхания, в том числе и курение, конечно. Есть такие работы, которые говорят о том, что курящая мать, у нее рождается ребенок, мало того, что он маловесный, с проблемами, в том числе органы дыхания проблемные. Это, кстати, является фактором риска развития бронхиальной астмы, в последующем у ребенка, вероятность, вернее, развития. Поэтому активное курение, тем более, потому что повреждается дыхательный эпителий, бронхиальный эпителий. Пассивное курение тоже. Курение, естественно, это фактор риска бронхиальной астмы. Ирина Викторовна, спасибо большое за Ваши ответы. Я сейчас предлагаю выслушать ответ наших ребят на вопрос, который был о том, какие раньше применяли методы лечения бронхиальной астмы и почему это было не очень эффективно. Кто будет отвечать? Я. Да, пожалуйста, Даша. В карманном терапевтическом справочнике Шнирера, изданном в 1910 году в Москве, в разделе астмы предлагались инъекции морфина, атропин, кофеин в порошках, также мышковая кислота и ее соли. Например, известный русский поэт Алексей Толстой, который страдал астмой, погиб от передозировки морфина. Теофилин, также в продаже известный как эофилин, был найден в листьях чая. Его химические свойства были определены немецким биологом Косли в 1888 году. Через 7 лет научились его производить. А в 1902 году его впервые предложили как мочегонное средство. И понадобилось еще 20 лет, чтобы теофилин начал использоваться как лечение бронхиальной астмы. Ирина Викторовна, можно ли как-то это прокомментировать об эффективности терапии тех лет? Морфин необходим в этой ситуации для уменьшения гипоксии головного мозга. Как бы защиту создать для головного мозга. Потому что у нас до сих пор есть такой метод лечения, когда пациенты в астматическом статусе поступают в стационар и в реанимацию. В частности, их вводит наркоз. Потому что в этом состоянии гипоксия в головной мозг проще переживает. И эти методы лечения, которые были перечислены, они, как правило, применялись при тяжелых приступах. Потому что профилактика приступа, естественно, никакая не проводилась. И тот же теофилин, он принимался как бронходилататор в качестве, опять же, ликвидации, как симптоматической терапии. То есть ликвидация приступа. То есть расширялись бронхи, легче было дышать, но причина как таковая не устранялась. В этот момент, да, совершенно верно. А причина никакая не устранялась. Вот. Поэтому, ну и, кстати, теофилин мы ведь до сих пор применяем при лечении бронхиальной астмы. То есть это препарат, который сохраняет свою эффективность, но в тяжелых ситуациях. На сегодняшний день, конечно же, лечение совершенно в другом направлении идет. Ирина Викторовна, мы еще вернемся к лечению, а я сейчас предлагаю пока нашим ребятам второй вопрос. Внимание на экран. Согласно некоторым исследованиям, переход человечества от употребления свежей натуральной пищи к обработанным продуктам может быть связан с увеличением случаев астмы в последние десятилетия. И хотя эта связь еще до конца не исследована, полученные ранее данные свидетельствуют. Не существует такой пищи или питательных веществ, которые бы самостоятельно улучшали симптомы астмы. То есть лечиться при помощи только правильного питания не стоит. Но определенные медицинские рекомендации по питанию для таких пациентов все же есть. А что это за рекомендации? Это вопрос для вас. Ребят, у вас уже есть второй вопрос. Готовьте пока на него ответ, а мы продолжим наш разговор. Ирина Викторовна, скажите, пожалуйста, какие все-таки на сегодняшний день диагностические мероприятия используются для того, чтобы поставить диагноз бронхиальная астма? Это сложно врачам? Ну, я не думаю, что это сложно. В общем, на сегодняшний день, прежде всего, это анамнез, правильно собранная анамнез пациента. Потому что бронхиальная астма – это дыхательный дискомфорт в первую очередь. Пациент должен об этом рассказать своему доктору. То есть какие-то эпизоды свистящего дыхания. Очень важно уточнить, когда это происходит, потому что чаще всего это в ночное время. Это в предутринние часы. Кроме того, есть даже понятие у нас такое, как кашлевой вариант бронхиальной астмы, то есть сухой кашель ночью особенно беспокоит пациентов. Следующий момент – это, конечно, провоцирующие действия всевозможных внешних факторов. Какие-то ингаляционные аллергены, допустим, тоже человек может… Или физическая нагрузка провоцирует вот эту гиперреактивность бронхиальную, вернее, провоцирует эпизоды, допустим, дыхательного дискомфорта. Вот это все выясняется. Конечно же, у пациента, безусловно, мы должны уточнить наследственность. Если у родственников, особенно по материнской линии, то есть именно женщины передают вот эту предрасположенность к этому заболеванию. То есть нужно выяснить. И что касается объективного исследования, вне обострения мы признаков бронхиальной астмы видеть не можем. Особенно у пациента, у которого нетяжелая. То есть мы говорим о дебюте астмы, значит, мы не увидим никаких симптомов и свистячего дыхания, которое характеризует бронхоабструкцию, мы тоже можем не услышать. И здесь нам на помощь приходит спирография. Спирометрия, спирография – это метод, который на сегодняшний день проводится во всех абсолютно поликлиниках. Везде, на любом уровне это можно провести, это исследование. У нас на кафедре мы обучаем всех врачей, которые приходят в факультет повышения квалификации в рамках этого. Мы обучаем всех абсолютно терапевтов, как это проводить, как интерпретировать эти данные. То есть это простой метод, ничего сложного абсолютно нет. И при знаке бронхиальной абструкции, даже когда у человека нет жалоб, нет ощущения дыхательного дискомфорта, на спирометрии мы уже можем обнаружить. Поэтому, значит, этот метод нам вполне подходит для диагностики, в том числе и бронхиальной астмы. Ну и в том числе есть такое, как метод изучения дыхательной функции под названием пикфлоуметрия. Это пиковая скорость выдоха измеряется. Это небольшой портативный прибор, которым можно пользоваться в домашних условиях. Продается в медтехнике, стоит небольших денег. Единственное условие, что это нужно производить, это измерение в течение, ну, хотя бы месяца. Утром и вечером. И врач уже по разнице между утренними и вечерними показателями может оценить, есть предрасположенность бронхиальной абструкции у этого пациента или нет. И, конечно же, особенно когда это касается детей, но у взрослых мы тоже проводим это всевозможные аллергологические тесты, тестирование на аллергию. То есть мы должны найти аллергию. Мы должны либо это кожный тест... Причину, которая вызывает приступ, да? Да, да. Потому что аллергическая астма, она чаще встречается. То есть мы должны найти те или иные аллергены. Мы должны найти, вернее, реакцию на те или иные аллергены. То есть это бывают кожные пробы, определяют специфические иммуноглобулины Е в крови. То есть на сегодняшний день у нас... Легко это сделать, да? Легко это сделать, это любая лаборатория делает. Ну и, конечно, аллергологи прекрасно с этим справляются. Понятно, что когда поставлен диагноз, мы нашли аллерген, предупреждаем его поступление в организм, тем самым как бы немножко контролируем течение. Но что еще дополнительно делают врачи, чтобы вот как-то контролировать течение бронхиальной астмы, уменьшить число приступов? Как я уже сказала, это развитие этого хронического воспаления, оно уже, в общем-то, неизлечимо. То есть оно появилось, все, уже есть. Соответственно, только избавить человека от аллергенов невозможно, потому что в данной ситуации аллергены уже являются триггерами. То есть на имеющемся воспалении они вызывают обострение, на имеющейся как бы благодатной почве. Они вызывают, провоцируют развитие обострения. Соответственно, мы вынуждены назначать и медикаментозное лечение. И на сегодня, конечно, у нас, можно сказать, прекраснейший арсенал существует этих препаратов. И они прекрасно действуют. И первыми базисная терапия бронхиальной астмы, потому что у нас есть базисная и симптоматическая. Базисная терапия – это ингаляционные глюкокортикостероидные препараты. Гормоны, да? Гормоны. У нас, они представлены, можно сказать, большая линейка в наших аптеках. У нас много чего есть. Как правило, они в ингаляторах, конечно же. Но они ингаляционные, глюкокортикостероидные. То есть я имею в виду дозированные ингаляторы индивидуальные, эти препараты. То есть способ введения ингаляционный, понятно. Но любой пациент должен знать, и это ему врачи объясняют, что эти препараты принимаются постоянно, ежедневно. Никаких не может быть пропусков. Но нужно тоже знать, что моментального эффекта от этого лекарственного средства мы не получаем. То есть и наш пациент должен понимать, что это уже образ жизни его. То есть он должен быть везде с ингалятором. И таким образом мы снижаем вероятность развития обострения. А вот потом уже, когда мы наблюдаем этого пациента в течение трех месяцев, мы видим, что у него улучшаются показатели его функции дыхания. Мы можем уменьшать количество принимаемого препарата. И в некоторых ситуациях можем даже доходить до полного исключения. Но, как правило, у нас все-таки большинство наших пациентов принимают всегда. Важно то, чтобы пациент находился постоянно в такой согласованной работе с врачом, который будет контролировать все это лечение. Обязательно. Но и сам пациент должен контролировать. Потому что без работы пациента здесь ничего не сделаешь абсолютно. То есть он сам должен понимать это. Но, с другой стороны, эти препараты все, они же рецептурные. То есть заканчивается ингалятор, нужно идти к терапевту за рецептом. Терапевт, естественно, задаст вопросы, которые связаны с уровнем контроля бронхиальной астмы. Поэтому здесь, если человек заинтересован, то он будет регулярно посещать терапевта, лечиться, естественно. Ирина Викторовна, я сейчас предлагаю послушать ответ наших ребят на вопрос, который был о том, что рекомендуют врачи потреблять в пищу пациентам с бронхиальной астмой. Кирилл, пожалуйста. Вопрос отвечу я. Пациентам с бронхиальной астмой врачи рекомендуют придерживаться следующей диеты. Во-первых, стоит увеличить употребление продуктов питания, богатых витамином D. Это такие продукты, как, например, лосось, молоко, яйца. Это связано с тем, что достаточное употребление витамина D способствует снижению количества приступов бронхиальной астмы у детей от 6 до 15 лет. Вторым, не менее важным, является употребление достаточного количества продуктов питания, которые богаты витамином А. Сюда можно отнести морковь, батат, брокколи. Также рекомендуется употреблять эти продукты с маслом, поскольку именно оно улучшает усвоение витамина А. Третьим, не менее важным, является употребление достаточного количества продуктов, которые богаты магнием. Сюда можно отнести шпинат, горький шоколад, тыквенные семечки, например. Однако следует помнить, что употреблять эти все продукты питания стоит только в том случае, если у человека отсутствуют аллергические реакции на них. Потому что, как вы говорили, именно аллергены вызывают развитие бронхиальной астмы. Стоит избегать также продуктов питания, которые богаты сульфитами. Это в качестве примера можно привести вино и сухофрукты. Стоит, помимо этого, также избегать продуктов питания, которые вызывают повышенное газообразование. Это все бобовые, горох, фасоль, капуста, жареная пища. Спасибо большое, Кирилл. Ирина Викторовна, что мы поясним? Мы услышали продукты, которые сами по себе действительно могут быть аллергенами достаточно часто. Конечно, но когда мы говорим про питание, при бронхиальной астме, у нас первая рекомендация – это гипоаллергенная диета, конечно же. К чего нужно придерживаться? Конечно, тут других я не вижу. Тем более, что если мы будем брать детей и подростков, у них, как правило, аллергическая форма бронхиальной астмы. Соответственно, прежде всего нужно выяснить, на что есть аллергия. Потому что перечисленные продукты, они не все безвредны аллергикам. Поэтому здесь надо, конечно, четко с этим. Но однозначно все жареное, соленое, сульфиты, о которых вы говорили, в том числе, кстати, и чипсы, их тоже можно причислить сюда. Да, это вообще, да, это… Продукты исключения, которых должно быть с ним, или лучше, чтобы не было. Ну и способ обработки продуктов, да, то есть вареное, пареное, это тоже, ну запеченное еще, да. Это, конечно, будет, так сказать, в приоритете. Спасибо большое за сегодняшнюю нашу встречу. Наша программа подошла к концу. И я напоминаю, что сегодня о бронхиальной астме мы разговаривали с заведующим кафедрой в тезиопульмонологии Гомельского государственного медицинского университета, кандидатом медицинских наук, доцентом Ириной Викторовной Буйневич, а помогали нам двое студентов Гомельского медицинского университета Дарья Флейтух и Кирилл Рябухин. Спасибо и до новых встреч. Чем дальше продвигается наука в изучении причин болезни, тем больше выступает то общее положение, что предупредить болезни гораздо легче, чем их лечить, говорил когда-то профессор Мечников. И хотя не все болезни на сегодняшний день можно предупредить, тем не менее умеренность и правильные привычки уже половина успеха. Берегите себя, не болейте и до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова